Можно обновить рубрику бомжлайты, а можно просто нахер пойти с такой игрой. У меня здесь есть шанс очень крутых свинок собрать. Лёша, давай, 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 Лёша! Да даю, 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 даю. Свинки. Пробовал самый сырный Доша, годная тема, но я ждал почему-то больше. Он стоит 110 рублей. Чё-то ты оверпрайснул, братан. Я не знаю, где ты его взял. 110 рублей не может он стоить. Вот, обычная лента, которая есть в каждом городе. 75 рублей. 110 рублей отдавать. Очень странно. Это обычный ведёрко. В смысле обычный? А зачем тебе ведёрко, тебе просто лень посуду помыть? То есть ты отдаёшь 35 рублей за то, чтобы помыть посуду. Лень мыть посуду. Ну, забавно, да? Покупают в дорогой за 110, чтобы не мыть посуду. Потом говорят, нет, ну чё-то дорого было. Вкус из тарелочки из того же материала. Вкус тарелочки из того же материала. Проще загуглить, братан. В двух словах мне рассказать. Релак металлист. Оооо! Это реально мне? Это реально мне? Спасибо. Интересно. Интересно. Моментик может быть интересный у нас. У нас может быть реально интересный момент. А ещё интересно играть на отличном сервере WoW Sears. Это кастомный World of Warcraft. Лучший, по мнению игроков. Ведь именно здесь можно найти рейды собственного производства с уникальными боссами. Новые расы, которых не было в оригинальном дополнении. И третью фракцию ренегаты, которые сражаются против Орды и Альянса сразу. А недавно произошло открытие Realme X5 и увеличился онлайн до 20-25 тысяч игроков. И сейчас до сих пор актуально ворваться на вовсилу. Тем более, что сейчас добавили дирактиров и можно в числе первых их прокачать. Вас ждёт поэтапное развитие контента, кастомная система развития персонажей и регулярные PvP и PvE ивенты, на которые выделен фонд более 5 миллионов рублей. Переходите по ссылочке в описании и врывайтесь на WoW Sears. Может быть реально интересный моментик. Отдам одну, не буду жадничать. У нас нету здесь мурлоков, поэтому есть все шансы на то, что собрать что-то прекрасное. Но вот что вы поняли, на шестом ходу вот это собрать, это ультра-мега редкость. То есть на третьей таверне сразу лутануть вот эти вот для свинок. Ирлак металлист и ночной джазист. Просто моё почтение. А ещё я могу вот это вот через три желания крутануть. Так что ожидаем нечто великого. Неплохо, да, неплохо. Ожидаем производного величия. Особенно если в треплет соберётся. Техника призыва! Можно вот эту взять, чтобы дополнительные лутать шардики, да? Потому что тут провокатор, тут провокатор, тут провокатор, тут провокатор. Вообще хорошо. Даже в конец его можно поставить. На монетку в принципе по барабану, а на вот эту в принципе нормально. Что, у меня последние таблетки? Да, у меня последние таблетки. Опа. Дед пьёт таблетки, смотри. 0,5 бутылочка. Работаем, работаем, работаем. Надо найти триплет, отсюда либо Брана, либо Ривендер. И ох, как понесётся. Ох, как понесётся. 100% луз. Красиво, блин. Блин, фига у него идеально раскрываются миллиард магнетизмов. Ну, у меня сейчас куча шардов будет за счёт этого. Да куда ж ты стукаешь-то? Ё-моё! Почему бы не разбить девочку с бородатую? 13 максимально. Бым. Ну, 16. Главное то, что антиблок есть. И так неохота брать бодрый дуэт, но как будто, как будто давай. Как будто давай. О, и Ривендер, и Бран. Ну, наверное, и Ривендер всё-таки под шарды, да? Знаю, Ривендер. И можно ещё вот сюда вот это вот поставить. Чтобы тоже были штуки. Огра держать. Блин, ну неохота, потому что это шарды, да? Так неохота крысу продавать, потому что это два провокатора. Но, походу, надо. Походу, надо. Ну, я чуть-чуть подожду. Чуть-чуть. Чуть-чуть подожду. Надо было, наверное, вообще подождать. Можно вот это вот сделать, да? Сейчас посмотрим. Сол вроде крутой, но очень слабый. Ну, как будто, да. Как будто мидгейм тяжёлый. Придигрывай. Придигрывай. Ну, залутали максимум, что смогли. Сейчас будем усиляться. Пятнарик, да? Ну, я понял. Пятнарик. И теперь... Пойдёт. В идеале сейчас триплет бы какой-нибудь найти. Вот это неплохо. Лёши-6. Сюда, сюда, сюда. Этого забираем. Есть же ж! Лёша, давай, 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 Лёша, давай! Бабл, наверное, всё-таки надо, да? Хотя нагу можно. Наверное, лучше бабл. Наверное, лучше бабл дать. Чтобы не погибнуть. Брана. Но без брана тогда придётся отдавать. Ладно. Идём на максимум. Вы сами знаете, то, что мы обожаем играть на максимум. Поэтому хорошо. Хорошо, чат. Хорошо. На максимум так на максимум. Кто знает, не дай проснуть. Ну, давай. Давай посмотрим. Можно было, в принципе, её кротануть. Работаем. Работаем! Хорошо. Хорошо. Да начнётся! Аниме! Понеслась-я! 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 Есть! Куда наверх сопля летит? Никто не знает. Никто не знает, куда летит сопля. Дэктрекер, да. Дэктрекер иногда лагает. Ух! Конечно, на атаку хотелось бы крутануть. Но мне кажется, моментик не совсем реалистичный. Чё, тогда рискуем. Ну, как рискуем? Относительно, да? Чтобы эти не погибли. Это у нас основные ребята здесь. Да можно даже и ей дать, наверное. Хотя, она должна погибать, по логике. У меня местами свинок возле металлиста. Думаешь, есть какая-то разница принципиальная. Ну, типа, атаки чуть побольше. Папа! Нормально. Ладно. И Брана скип потом. Ты хочешь продать Брана? В идеале вот эти ещё одного и в триплет. Либо вот этого в триплет. Ну, короче, Камбуха. Людейший занос! Золотой Бран. Да тут, на самом деле, от него рано или поздно придётся отдать. Но я бы хотел здесь вместо него намутить свиноцерта. Конечно, жалко, атаки нету. Да, возможно, вместо Брана стоит полутать свинку с атакой, да? Свинку с атакой, особенно под Ревендера, было бы прикольно. Возможно, даже на этом ходу. Но как будто хочется больше. Как будто хочется больше. А, ну да, они же с Рабатой должны. Это должен активироваться, и потом он даст шарды. Так что, да, я понял, зачем их менять местами. Окей, да, до меня дошло, чат. Вы правы. Да, слева направо идёт же. Окей, окей, окей. Да, вы правы сейчас. Сначала же идёт слева, чел, а потом справа, да. Всё, я понял. Чтобы они максимально прокачали. Окей, да. До меня дошло. Здоровые, да, хрендели? Здоровые, здоровые. Свинья плюёт на поле боя. Да он плюёт от этой игры. Собрал-таки. Да я обалдеваю, чё здесь происходит, конечно. С вот этим вот всем. Под браном, под вот этим всем. Это же обалдеть. Миллиард, миллиард квадростоты. Так, но мне не хочется эту, брать. А у меня... 415-й, почему не отвечаете, а база ответьте. Ещё одного. Двойной хрип. В принципе... 415-й, а база ответьте. Как будто не хочется. Как будто не хочется. Как будто реально хочется атаку найти. Как будто реально хочется... Пиво, есть пиво. Сразу его отдать на триплет не хочется пока что, брать. Да, я ещё один ход подожду. А могу себе позволить ещё ход подождать. Ой, всё, бран уходит походу. Бран походу уходит ребятам. До свидания, мистер Бран. Вы сделали хорошую службу. Ух, ух, вот это страточка, а. Вот это страточка. Слишком хороша Чаргла. Вы, кстати, в курсе, что она не Чаргла? Это Чарлга. Кто вообще называет её Чарлга? Это Чаргла. Ну, Кочерга, конечно, вариант тоже ещё, да. Так, ну мы его чуть-чуть пробафаем тоже. Вот этот не бафается совсем. Ему нужно компенсировать. Ну, ничего, он должен справиться будет со своей. Особенно, если мы триплет Брана замутим здесь. И вот этого триплета. Вообще, всего триплет надо. Это идеально. Она даёт шарды за провокаторов. Этот бафается. Этот под Браном, под Ривендером, точнее, крутит верт и всё туда-сюда. Тур-тур-тур-тур-тур-тур-тур-тур. Не, на таком ходу это слишком жёстко. Здравствуйте, здравствуйте. Да неплохо, ты пытался, Виталик. Ты пытался. Чё, вопросов к тебе нету, да. Ты пытался, родной. Но извини меня. Немножечко не дотянул, не дотянул, не дотянул до моего уровня. Не дотянул, не дотянул. Он никого не разобьёт, серьёзно? Ну вот эту хотя бы разбей, ну ты чё? Ладно, молодец. Хорош. Я же её специально вообще не прокачивал. Ну, правда, Чарлга прокачивает. Плюёт, 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 ты погляди, как плюёт. Хорошо. Ну, атаки мало, конечно, но хп под 300 просто. А-а-а! Шардуф отсюда и мало. Тур-тур-тур. Ух ты, коняшка. Ну ладно, левелап тут точно. Так, как жмурик. Эффекты в конце хода от Чарлги. Слабо. Слабо. Ну, как будто, как будто, как будто надо будет в какой-то момент Ривендера заменить на атаку, да? Потому что маловато. Но Ривендера заменять это ущемление своих яичек. Возможно, мы заклинатель с шипов отдадим. Да я не знаю. В принципе, возможно, уже всё. Но атаки всегда... Это всегда. Вот проблема. Тебе либо дают всегда хп, либо всегда атаку. Мне хватит атаки по 40. Думаешь? Ну, может быть, ты и прав. Ну да, не особо хотелось бы эффекты в конце хода ещё брать. Потому что этот будет бафаться прямо очень жёстко. И он может, ну, не погибать в итоге вообще. Змейку. Почему коня не взял? Ну, потому что некем заменять. Конь приколен. Согласен. Но некого заменять. Надо было оставлять свинку на таун... Затаунтить. Но в тот момент мне нельзя было её оставлять. В тот момент мне надо было усилиться на максимум. Согласен, то что там ещё и в роли давали, а потом свинку на атаку. Я её не взял, но... Как будто некого было заменять. Мне надо было отсюда с хрепом получить шардики, чтобы усилить ребят. И как будто от неё можно будет отказаться в итоге, да? От неё можно будет в итоге отказаться. В конце. Хотя катка уже в конце. То есть тут два хода осталось. То есть тут... Но прокачает она на плюс две атаки. Почему у тебя очень часто аниме происходит на 1 хп? Это называется... Величайшая драма! Человечество ради шоу! Шоу маст гоу он! Это такой вот элемент драматургии. Сейчас отжиму и рекомендую. Да не, невозможно. Ну, блин, обидно то, что теперь лакметалист не проигрывает вообще. Он теперь не погибает, банально. Возможно, эффекты в конце хода и умнее тогда были. Ну, нет, можно тогда от Ривендера отказаться, раз он не проигрывает теперь. За смысл теперь от Ривендера, если никто не погибает. Никакого. Получается, Ривендера заменить на свинку, которая даёт шарды во время драки шестой таверны. Новую которую. И было бы нормально, да? Эффекты в конце хода вместо Ривендера. Потому что, ну, не погибает. Как будто не погибает теперь лакметалист. Как будто он не погибает. Перекачать из него статы, как вариант. Ну, без крутой Чарлоги, да. Перекачать из него статы. Механизмы. Ну, сейчас, наверное, он погибнет. Нету ни перекачки, ни нового челика. Грустно. Есть ещё одна Чарлога. Раз, два, три, четыре. Я думаю, четыре самоцвета покруче будет, чем ещё одна Чарлога. Менять. Бран сильнее, чем Ривендер. Бранный релак не работает. Работает. Ладно, давайте посчитаем. Он активирует боевые ключи. Да, дважды. То есть, отсюда будет четыре Шардика. Раз, два, три, четыре. Раз, два, три, четыре. То есть, восемь Шардика будет. А под ним... То же самое. Один в один. Вместо вот этой вот, ты думаешь, менять на Брана? Если вместе, то да, но... Не хочу рисковать. Финальная драка, я не хочу... Финальная драка просто. Финальные драки тут... Бран не особо бы что-то тут прямо сделал мне. На будущее. Чисто здоровенная 40-150 тушка, которая ещё и свинка. Куда она плюёт? Господи. Видишь, её даже просто банально не пробивают. Кочерга слабая. Я её ещё в триплет соберу, браточек. Браточек, червячочек. Как же они пробафаются. 3.30. Ну, немного, конечно, немного. Но это классическая. Эль классика. Как, в принципе, собирается. Чел даже не погиб, чтобы Шарди мне дать. Да. Синка плюёт на стол по ней. Да он за карту плюёт. Так, ну чё, триплет раляем? Вопросы есть, ребята? Есть вопросы? Ты чё, колдун? Вопросы есть? Какие-нибудь вопросы? Чуть-чуть хотя бы осталось вопросов? Ты прям плохо играешь. Был неправ, извиняюсь. Бог простит, братан. Бог простит. А что мы здесь делаем? Есть ли смысл джазиста, свинобрас, что-то здесь крутить под браном? Ну нет, Ривендер очень хорошо и стакается. Он даёт прям очень много шардиков другим свинкам и даёт им и атаку, и хп. Поэтому неохота от Ривендера отказываться. От кого-то из них тоже неохота отказываться. Поэтому, да. Я бы здесь отказался за счёт новой свинки шестой таверны, в принципе. Только ради неё, наверное. Поэтому, да. Можно накинуть на кочергу чуть-чуть, чтобы была поинтереснее и не погибала. Ну, как-то так. Как же, наверное, сложно играть самому и слушать чат. Братан, это нереально сложно. Ты просто... У тебя есть одна мысль, и в чате появляется ещё миллиард мыслей. И ты пытаешься сопоставить свою мысль с миллиардом из чата мыслей, и получается битва мыслей. А у меня кочерыжка иногда не справляется с одной своей. А если в меня впихнуть ещё несколько, да? Звучит уже неплохо. Надо, конечно, смазывать, чтобы прошло. Дырочка у меня маленькая. Реконатор 3000. Гига... Гиганаги или гигахрюдели? Давай, что мы жопу? Давай! Без шансов капитулируй, рыба! Обратно к себе в лужу! Слышь, ублюдок, прекрати уйти в лес немедленно. Опа, плюс шарды. А-а-а. И понеслось. Смотри, 12 хп было, сколько сейчас будет? Опять плюётся. Ты погляди, опять плюётся. Опять плюётся. Моё жгучее желание заебать тёщу. Давай. Хочешь? Покажу пенич. Держу в курсе, здесь было 12 хп. Сколько здесь теперь хп? Спрашивайте, зачем Ревендер? Вот посмотрите, было 12 хп, стало 200 с колбаской. Он даже забаблил коняшку большую. Бам! К Нактюгу прижали ему. К Нактюгу. Ба. Хорошо. Лицо поставившего на топ-8 представили? Ху-ху-ху-ху! Идеальное завершение катки. Фу-ху-ху! Сюда! Можно, в принципе, больше не играть в БГ, да? Ха-ха-ха-ха! Ши-иш! Мне так нравится этот чат в этот момент. Ха-ха-ха-ха! Пру-ру-ру-ру!